Культурный обмен. В 2020 году в России и Южной Корее будут отмечать 30-летний юбилей дипломатических отношений. Готовятся различные торжественные и праздничные мероприятия. Роман Паршинцев решил сравнить, как в странах отмечают Новый год. Это, я так понимаю, корейская морковь. В Корее такого блюда на самом деле нет. Морковь по-корейски – блюдо русской кухни. О нем шеф-повар ресторана Ким Ван Джунг узнал 8 лет назад, когда приехал работать в Москву. Говорит, обычно на новогоднем столе у корейцев яблоку негде упасть. То есть стараются, чтобы было как можно больше угощений. Главное из которых – кимчи. Салаты с пекинской капустой с пряностями. И, наверное, во всем мире все знают, что она, помимо того, что очень вкусная, еще очень полезна для здоровья. Кимчи – острая и холодная закуска. Одна из любимых для Владислава. Этнического корейца. Он родился в Ташкенте, учился в русской школе, в Москву приехал 4 года назад. Корейский язык знает плохо. В новогодние праздники любят встречаться с друзьями в национальном ресторане. Его семье, говорит, уживают традиции разных культур. Мы празднуем праздники, как русские люди. Ну, то есть абсолютно все праздники, которые празднуются в русскоязычном мире. В наших обычаях есть то, что мы уважаем старших. Это, во-первых, то, что когда они пьют, мы наливаем. Вообще, в современной республике Кореи отмечают два новых года. Обычный 1 января и по лунному календарю, так называемый Соллаль. В этом году он будет 25 января. Вот когда корейцы празднуют с размахом. Если с 31 на 1 для них просто еще один выходной, то на Соллаль собираются все члены семьи. И это святое. Зависимо от того, внуки, дети, собираемся утром и идут на поклон. Даже, как говорят, ушедшие на небесах тоже приходят. Посмотрите, как они отмечают Новый год. А это уже новая традиция современной Южной Кореи. Кей-поп направление в музыке и танцах. Молодежная субкультура, которая взорвала интернет 8 лет назад. Гангам стайл, то есть роскошный стиль, покорил половину населения планеты. Более трех миллиардов просмотров. Кей-поп сегодня танцует и в России. Процесс культурного обмена идет в обратном направлении. К примеру, популярная корейская рок-группа Юндо Хён Бэнд поет песни самого культового русского корейца Виктора Цоя. Цоя не стала в 90-м. Именно до этого года в СССР не признавали Южную Корею как государство. И только 30 лет назад между Россией и Республикой Кореи начались дружеские дипломатические отношения. Роман Паршицев, Сергей Вербецкий, Святослав Савенков. МИР24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова